здоровенькие были всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать общаемся наш формат это похудение наш формат это мотивация это стройность это питание движение в общем наш формат это здоровье мои хорошие стараюсь показывать движение стараюсь показывать свои тарелочки и обязательно информация обязательно почему вот этот продукт ты ешь конкретно вот с этим то есть это хорошая комбинация или нет а насколько полезно это а альтернатива вот этому продукту что именно ну то есть я стараюсь показывать все рассказывать моё похудение проходило очень легко люди вес держу тоже легко у меня канадская граница 80 килограмм вот не хочется мне поднимать этот вес выше не хочется я себя лучше чувствую я подвижный я работоспособная мы сегодня встретились с людочка степанкевич мои хорошие встретились было уже начало первого дня людочка ким приехала по делу 80 километров от киева наехала по делу вообще люда киевлянка она находится сейчас за киевом живет классного не классная показывала да она приехала по делу и мы решили с ней встретиться людочка мне привезла творог шикарно накупила молочнице я тоже сейчас покажу да в общем то мы не показывали они снимала видео в кафе потому что было очень очень мало времени у нас я приготовила сегодня утречком 2 лепешки гёзлэмэ я думаю мы с людой вкусно поедим в этой кафешке мы возьмем кофе или чай и у нас будет турецкая лепешка гёзлэмэ со шпинатом сделала как положено тонкое-тонкое тесто много-много шпинатика сыр внутри настоящая турецкая лепешка гёзлэмэ люди поели было где-то 12-30 то есть наше время да людочке очень понравилось понравилась эта лепешечка очень людочка ты меня слышишь моя хорошая в комментариях напиши отзыв о лепешке люда ела турецкую лепешку первый раз напиши честно расскажи пусть люди почитают готовьте готовьте аккуратненько муки мало тесто очень очень тонко не каждый день не каждый день но можно позволить шпинат покупайте и вот приготовьте это будет очень очень вкусно мои хорошие значит маленькая встреча мы попросили проходящего паренька он нас снял давайте посмотрим и людочка с вами поздоровается всем привет мои хорошие с кем мы сегодня встретились людочка сипаткевич фасадеша которая отдыхала в карпатах и мы с ней посетили кафешечку людочка в карпатах минус 2 килограмма а в общей сложности 22 килограмма минус это победа мои хорошие зашла сейчас магазинчик где покупают сухофрукты но мне не сухофрукты сегодня нужны а я покупаю специи я купила зира вот пожалуйста пакетики недорого 20 гривен барбарис все свеженький потому что у меня есть мне кажется давнишние меня и я еще купила сумах вот пожалуйста тоже вкусная специя очень тоже 20 гривен покупайте можно использовать и для плова даже кислинка есть и салаты но это очень вкусно зира барбарис сумах мои хорошие вы только посмотрите на этот роскошный творог роскошный до сыра крижется у нас вот этот творог до прослойка жира посмотрите как по-хозяйски как профессионально отоплен как в меру замечательный мне привезла людочка степанкевич покупала у своей молочнице от сеток сыр зачем не твердые сыры до итальянские люди зачем ухты вот 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 здоровье разъехались по домам я по дороге зашла еще купила специи так как я решила приготовить плов из цветной капусты прошу повторить повторить да побольше цветной капусточки побольше очень вкусно получается очень сытно очень полезно очень легко после этого овощного плова мы хорошие молодая женщина которые торгуют в этом маленьком магазинчике да так как я неопытный человек под конкретно плов да вот я купила зиру у меня есть но мне кажется нужно было обновить барбарис купила зира у меня потом сумак такая еще спец вкусно с кислиночкой да и вот кто готовит допустим плов зирой да нужно я не знала этого честно но не знала я нужно ладошками вот так сделать но я так не делала ладошками я скалочкой вот так сделала раздробила вот это зернышко до зиры и добавил от плову ну это так может быть все знают одна я не знала я не знала честно что нужно вот так сделать вот так сделать я скалочкой не показалось что скалочкой будет эффективней правда ну то есть очень вкусно поела очень вкусно ела в 16 30 то есть мое время мне легче мне лучше не лучше люди когда я ем раньше не потому что у меня интервальное питание я выдерживаю 16 и 8 мне многие могут написать а вот у вас 16 8 я не хочу об этом думать даже не хочу я знаю что ночью никто ничего не должен есть и никакие ночные часы я не хочу считывать в какое-то интервальное питание не хочу почему я рано ем заканчиваю прием пищи пораньше лично я потому что если я поем поздно неплохо на следующий день у меня нету работоспособности у меня такое состояние непонятное мне даже кофе не хочется утром это страшно когда вам не хочется кофе мне нравится вот этот процесс начала дня турка пенка кофейная таблетка красивая чашечка а тут не хочется не хочется уже уснуть я уже жду вечера понимаете поэтому я ем пораньше я лучше себя чувствую на следующий день думаю боже какая свеженькая какая классно мне так хочется побежать что-то сделать я не натоптана едой я не хочу поздно есть меня устраивает это это время вы под себя лишь бы был у вас хороший результат чай я всегда могу себе позволить вот если я хочу в семь часов или пол восьмого выпить чашечку чая взять две черносливины до крупный у меня вяленый чернослив или ложечку меда ну пусть даже чайную так прикусочку я себе это всегда позволю всегда самое главное для меня это не есть не жевать зубами у такой знаете тарелка целая потом что хочу еще конкретно только о себе на меня плохо действуют зерновые вот я поправлюсь от муки от зерновых но если это будет чистый сахар допустим нет у меня веса не будет чистый сахар каком плане вот торт пирожное да это нехорошо для меня конкретно но если я съем торт анна павлова где будет безе муки нету муки нету я всегда мне все нормально белок и сахар там немножко допустим да на меня нормально что хочу напомнить всем белок зерновых я напоминаю кто худеет кто переживает замедленные углеводы они обязательно нужны потому что не будете из каши вы что можно же умереть без каши но вот посмотрите на меня живу и здравствую без каш вообще я не люблю каши никогда не любила с детства я не ем каши люди люди с детства кто хочет похудеть конкретно это это закон белок зерновых я не говорю о целиакии нет я не об этом я не о глютене есть еще другой белок он подобен допустим вот этому глютену есть еще другой белок зерновых у зерновых да он подобен глютену но это не значит аллергия нет просто человек после мучных изделий себя плохо чувствует у кого-то может быть вздутие по кишечнику наелся пирожков да то теперь свежее тесто мне нельзя белок зерновых очень тяжелый и он долго находится у нас в организме кто хочет похудеть уходите от зерновых белок зерновых тяжелый об этом нам напоминал всем ли антонович бакерия академик не то что какой-то сертифицированный академик диета наса похудел на 12 килограмм уходить от каши прекращайте есть каши потому что белок зерновых долго находится в организме а нам нужны такие продукты которые будут нас быстрее покидать понятно и вот я чувствую просто нутром знаете не мое это зерновые мне плохо потом я какая-то натоптанная получается а развитие я не получаю от развития оздоровление я не чувствую нет я съем творог съем яйцо не здорово здоровенько так классно но только если какая-то каша напхайся картошкой этой какая-то затоптанная как утка знаете не-не-не-не-не это не моё не хочу не хочу плохо себя чувствую и вес мне потом мне нравится после этих продуктов картошка крупы какие-то это не моё если и тыквенная каша да вот писали таня а как вы что вы делаете с пшеном во первых я на килограмм тыквы положу две столовые ложки пшена всего лишь не каша у меня из пшена она всю тыкву я положу две столовые ложки пшена 2 потом я замачиваю кипятком даже до кипения выключаю и вот это пшено стоит у меня в горячей воде тыква варится водички допустим да пшено стоит какое-то длительное время уходят горечи аминокислоты пшена имеют горечи но для меня еще важно то что уходит легкий крахмал вот когда замачивается пшено уходит легкий крахмал это понижает гликемический индекс вот этого зерна конкретно пшена зерна пшена но все в рифму у меня да это классно просто правда это полезно но и потом пшено очень полезное 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 маленькие цыплятка едят пшено правда клюет дю 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 полезно самое главное количество так это же на всю кашу на всю тыкву две столовые ложки капля в море люди капля в море самое главное не 300 грамм каши полезные медленные углеводы без них никуда нельзя я напоминаю всем вам любая каша любая любое зерно расщепляется на сахар и глюкозу он же жора он же бога он же гоша и через 40 минут у вас в организме в крови и сахар и глюкоза и ваше похудение будет тормозиться у вас будет плато или будете худеть очень медленно понятно вот поэтому мне легко держать вес я не ем зерновые вот я поела плова и насыпала себе нормальную тарелку не так ой я взвешиваю здесь у 40 надо цыпать 140 грамм я на весах держу мне надо 120 сегодня грамм да вы шо люди вы шо я насыпала себе горненько так плова да цветная капусточка это ж полезно когда специи вкусные чеснока побольше побольше положила классно курина грудка у меня мясо допустим да нормально 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 такая это не сильно насыщение это ж не свинина и не говядина правда но мне вот так достаточно я побольше положила вот этой клетчатки классной овощной кусты так ну хорошо мои хорошие пообщались а давайте сейчас пройдемся по комментариям мои хорошие помните вчерашнее видео мастер мастер обувщик забрал три пары сапог не отдавал и он нашу одессу понял так вот таня я вашу одессу поняла добавила гормоны и буквально через три дня задышала полной грудью спасибо моя хорошая с уважением ольга классно да и вашу одессу поняла ой супер оля оля молодец посмеялись и вот послушайте сюда как говорят у нас в одессе да послушайте сюда да доброе утро прочитала ваш комментарий у тани на канале насчет граммона скажите пожалуйста вы имеете ввиду эвати рокс и сколько вы принимаете тогда у меня такая же история пишет другой уже человек постоянно рука тянулась а к шее типа свитер жмет вот поэтому у меня вот даже сейчас все вырезы люди я не могу мне мешает здесь все и я всегда вот так делаю любая футболочка да вот мужского плана такая она вот под горлышко нам не мешало вот эти водолазки свитерочки дамы что у меня такого нету так он уже шо я вот вот так отяну мне вот тут мешает все вот человек пишет меня все жмет а как стала у тирокс с учетом анализов принимать все прошло но эндокринолог разозлилась на мое самолечение сказала что тт г-4 это норма ну и фиг с ней так и хочется как фильмы помните джентльмены удачи но и дура эндокринолог но и дура но хотя бы на какие-то курсы уже ходили до пути раньше были повышение квалификации курсы сейчас нету таких да эндокринолог разозлилась на самолечение когда человек сам себе помогает а мы хорошая американская норма тт г 1 и 5 а у нас 45 и человека держат издеваются просто что хочу сказать по поводу гормонов так как я практик я не теоретик как этот эндокринолог я практик 18 лет значит так правильно человек сказал анализы нужно сдать не спрашивать а сколько вы принимаете анализ конкретно на т т г конкретно вы даже видеть а у вас четверка все начинайте с минимальной дозы допустим вы начинаете принимать 25 25 у каждого доза своя анализ допустим у тебя четверка у тебя четверка и у тебя четверка мне нужно сотка валя нужна нужен гормон допустим 25 а кто-то скажет слушай я принимаю 12 и 5 и у меня 1 и 7 вы поняли с гормоном не балуйтесь а ты принимаешь только я буду столько нет вы должны выйти на свой гормон сразу не получится вы делаете такие эксперименты принимайте поменьше дозу потом смотрите пересдаете через 20 дней анализ вам нужно добавить точно еще добавлю вот так и буду чередовать вы не умрете от этого люди вы никто не умрет это это не страшный гормон это не гинекология там еще какие то есть очень сложные гормоны иногда спортсмены чтобы похудеть принимают гормоны гормоны щитовидной железы они принимают временно чтобы вес быстрее ушел поэтому вы не умрете у вас только улучшится гормональный фон ниже единицы не опускаться нет нет вот допустим у моей знакомой давно это было давно но больше десяти лет я ее повела значит мы пошли в институт эндокринологии центре и девочка молодой доктор прописала 25 а у нее 402 что-то такое было 4 уже за четверочку а или вы мало прописывайте ей мало ей она эмоциональная у немного нервов дома у нее два старика лежачих она не понять не потянет на 25 ну вы знаете вот это она не потянет на 25 через два месяца у нее 56 и она начала принимать сутку понятно а вот эти вот 25 поэтому люди у каждого своя цифра не нужно вот смотреть на чей-то результат не нужно гормон пьется по эмоциям я эмоционально я могу пить 100 125 кто-то с таким диагнозом как у меня левой доли щитовидной железы нету она усохла да допустим правой убрали у меня нету вообще и кто-то будет жить на 75 нормально а мне нужно повыше доза или наоборот и потом хочу посоветовать если вы еще не принимали гормоны щитовидной железы выходите сразу на эутерокс почему потому что там совсем другая матрица через четыре дня четыре пять дней идет по накопительный этот гормон и он уже начинает работать вы уже чувствуете изменения в состоянии своего но самочувствие меняется у вас потом полностью значит этот гормон эутерокс вам и и извините изменит гормональный фон через 20 дней аль-тироксин только через два месяца если у вас стабильно стабильно держится этот гормон вы можете принимать вы уже вошли в дозу свою гормоны стабильно держится вы можете жить на эль-тероксин и но если у вас часто прыгает гормон то гормон фон часто меняется вам лучше эутерокс принимать потому что он меняется быстрее не нужно ждать два месяца идти к врачу 20 15 дней можете пересдавать анализ 15 дней эутерокс и эутерокс лично для меня легче намного я принимала первое время нет доктор сказал хирург эльтероксин не тяжело на эльтероксине нет эутерокс лучше как для меня я только о себе рассказываю я так наталкиваю вас а вы думаете мои хорошие думаете поэтому не спрашивайте сколько вы принимаете у вас свой будет гормональный фон у вас своя биохимия у вас все свое не равняйтесь ни на кого не делайте ошибок мои хорошие есть три комментария на тему кету питания у меня есть информация но у меня нету времени уже позднее время я должна смонтировать видео это время я пока не спеша домой начала готовить еду тот же плов из цветной капусты да это время поэтому я сегодня не буду читать все комментарии три но нам написал анастасия я вам прочту этот комментарий анастасия повторила комментарий я сказала что я ищу комментарий я не могу его найти анастасия пожалуйста напишите повторно напишите я хочу людям прочитать пусть люди слышат и вот анастасия услышала и ответила вот послушайте татьяна здравствуйте это анастасия да я удалила я удалила предыдущий комментарий суть том что тетя несмотря на свой диагноз лейкемия значит тетя 150 килограмм веса на кету питание худеет на 30 килограмм потом срывается срывается потому что нет углеводов срывается конкретно на углеводы и набирает еще больше это какой стресс для организма а она без углеводов жила мозгу нужны нужна глюкоза эритроцитом крови нужна глюкоза а глюкозы нету человек живет на кету потом срыв потеря витаминов минералов у тети диагноз лейкемия сейчас тетя села на монодиету вот пишет анастасия монодиета есть только цитрусовые а цитрусовые это сахара это же сахара люди а все сволочи ну сволочи различные условно микропатогенные организмы все сволочи любят сладкое ну допустим апельсин гликемический индекс это три-четыре чайные ложки сахара вот съедайте один апельсин да ну такой хорошенький до 3 чайные ложки сахара съели при таком заболевании жить на сахарах на сахаре не честно наверное что то это с пищевой корзиной плохо пищевая корзина это же умственное развитие глюкоза это работа мозга нету глюкозы как будет работать мозг мозгу без апелляциона нужно только глюкоза а человек жил на кету питания без глюкозы и поехала умственное развитие но люди а химия это химия тоже я придумал это химия такая в организме проходит и вот цитрусовый она есть только у меня слов нет на это все ошибки мы все делаем я сколько ошибок делала в свое время вегетарианкой было восемь лет жирной не ела развиваться нужно умом нужно слушать учиться на своих ошибках и другим рассказывать чтобы так не делали когда человек не хочет развиваться и издевается над своим организмом всю жизнь да это печально это не печально анастасия это страшно печально это другое спасибо татьяна за ваше видео замечательные рецепты все очень вкусно и сытно люди вообще представляете монодиета лекемия жить только на цитрусовых ну да ну да так что будем развиваться завтра пообщаемся есть информация не будем думать каждый думать должен найти по себя нравится делайте так как хотите все ваших руках вы сами творите себя сами 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 мои хорошие сегодня с вами прощаюсь я благодарна всем вам за общение я благодарна всем вам за просмотры моих видео благодарна всем вам за комментарии и конечно за лайки большое всем спасибо как всегда хочу пожелать всем 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 божьей помощи и божьего чуда до завтра дальше будет